Итак, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня поговорим об итальянских словах, которые часто произносятся неправильно. Первое из таких слов и единственное именно название населенного пункта в этом списке, это слово «бергамо», которое на самом деле звучит как «бергамо» — название города, который в последнее время стал печально знаменит из-за ситуации с коронавирусом. Вот знаете, что несмотря на то, что произведение называется «Труфальдино из Бергамо», город сам называется «Бергамо». При этом я хочу подчеркнуть, что я не собираюсь все-все-все названия населенных пунктов здесь перечислять и вас переучивать, потому что часто названия населенных пунктов и стран, они-то расформируются в иностранных языках. Например, название того же самого города Флоренции, в котором я живу, на итальянском звучит как Ференция. И, кстати, наоборот, в итальянском языке город Москва называется слово «моско», которое по совместительству переводится как название насекомого муха. На этом давайте тему городов закроем и поедем дальше. Еще одно слово, которое очень часто используется не совсем в правильном русле, то есть не совсем с правильным ударением, это слово «латте». На самом деле название напитка звучит как «латте», переводится «молоко», а именно тот напиток, который подразумеваем мы часто под этим словом в русском языке, то есть большое количество молока, разбавленное малым количеством кофе, в итальянском называется «латте macchiato» и переводится как «запачканный кофе». Кстати, о видах кофе будет отдельное видео, потому что много в италии видов кофе, и если вам интересно такое видео посмотреть, то обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы его не пропустить уже очень скоро. Дальше давайте поговорим о названиях нескольких брендов. Вообще-то бренды считается, что они должны произноситься так, как они произносятся в оригинале, вот, и если у кого-то какие-то проблемы с произношением, то это, в общем-то, как бы проблема именно этого человека, а не бренда. То есть, в отличие от населенных пунктов, названия брендов не переводятся. И вот здесь вот я хочу буквально на нескольких брендах остановиться, потому что это самые распространенные, ошибочно называемые бренды, самый известный и самый крутой, из которых это бренд Lamborghini, который часто очень произносится как Lamborghini. Знаете, что вот это вот сочетание G-H-I именно в таком сочетании в итальянском языке будет произноситься как Gi, то есть Lamborghini, а не Lamborghini. Еще один бренд известен всем любителям косметики, это миланский бренд KIKO косметический, который часто нашими блогерами и визажистами произносится как KIKO. На самом деле, на самом деле бренд называется KIKO. Еще один бренд, который часто произносится неправильно русскоязычными людьми, это бренд итальянских товаров для детей KIKO. Я думаю, что неправильное произношение этого бренда связано с тем, что в школе мы чаще всего учили английский, и нам прямо вдолбили в голову, что сочетание букв CH произносится как CH, и поэтому вот мы читаем по-английски, да, хотя на самом деле в итальянском CH и I буквы произносятся как KIKO. Вот, поэтому бренд называется KIKO. Еще я часто слышу такую ошибку в произношении, вообще в интерпретации итальянских слов, это частая трансформация единственного числа во множественное. Например, когда мы говорим, ну то есть не мы, а люди часто говорят о напитке капучино, и почему-то его называют капучини. Или итальянский бутерброд PANINO называют PANINI. Или итальянская копченость прошутто называют прошутти. Знаете, что это слова в единственном числе используемые в подавляющем большинстве ситуаций. Еще часто слышу, когда наши туристы стараются разговаривать, хотя бы что-нибудь сказать, точнее, не то, что даже бы разговаривать, хотя бы что-нибудь сказать на итальянском. И не всегда у них удачно это получается, но итальянцы в любом случае радуются как дети, естественно, и, естественно, как вежливые люди. Не поправляют, но просто на всякий случай знайте, что итальянское слово PANINO звучит как PER FAVORE, а не POR FAVORE. Это и не POR FAVORE, потому что это уже вообще испанский язык. Вот, знайте, PER FAVORE, пожалуйста. Точно так же, как часто почему-то смешивают итальянский с испанским языком, и итальянское слово SENIORINA произносят как SENIORITA, потому что, видимо, ну, как бы однокоренные слова, и, в общем, такая идет путаница, какое из них испанское, какое итальянское. В итальянском языке есть слово SENIORE, господин, SENIORA, госпожа, и вот это вот SENIORINA, то есть маленькая госпожа, это итальянская форма. Кстати, знайте, что это слово не так часто сейчас используется, оно чаще носит такой шутливый оттенок, то есть раньше это было совершенно стандартное слово, которым обращались к юным леди, да, к юным госпожам, к юным девушкам, а сейчас уже используют в любом случае чаще всего слово SENIORA, а SENIORINA используют вот когда шутят, например, да, или когда иногда вот даже такую я встречала коннотацию не совсем вежливую. Вот, так что будьте осторожны с этим словом, знайте, что оно не такое простое, как кажется. Еще одна, одна такая, как сказать, формула вежливости, как здравствуйте, произносится часто неправильно нашими людьми, видимо, из-за того, что у нас артикуляционный аппарат немножко по-другому устроен и привык к другим звукам, так вот, итальянское здравствуйте, бонджорно, или хорошего дня, бонджорно, оно почему-то часто произносится как бонжорно, 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 вот нет, во-первых, в итальянском языке звука Ж, знайте, и, во-вторых, вот итальянцы все-таки, ну, как бы довольно-таки старательно вот это вот бон выговаривают, потому что у них даже есть вообще слова, мы часто с учениками дрессируемся, вот, я говорю, делаем гимнастику для лица и укрепляем мышцы артикуляционные, чтобы морщин не было потом, слова такие, как уомо, человек, или мужчина, уово, есть сой, вот это вот все, уа, уа, пой, ты можешь, тупой, и вот бонджорно, это из той же серии, вот, надо стараться все-таки. Еще одно слово, которое тоже часто вот как бы вот так вот немножко произносится, я повторяюсь, итальянцы в любом случае радуются, потому что они все равно улавливают знакомый корень и понимают, что турист хочет сказать, но, тем не менее, знайте, что слово спасибо в итальянском языке не произносится как грация, а произносится как грации, на конце там э, грация. Еще это так, это так, из серии просто интересного факта. Наши с вами макароны, которым обычно обозначаются все виды пасты, которые есть в природе, в итальянском языке звучит как маккерони и относится к совершенно определенному виду, то есть форме пасты. Кстати, о видах и формах пасты тоже будет отдельное видео, призываю вас еще раз подписаться на канал, поставить колокольчик, если хотите не пропускать новые интересные видео. И последний, последний такой интересный факт о неправильном, в кавычках, произношении имени, но это тоже уже стало нормой, и мы так привыкли. Итальянская гениальная актриса и просто красавица, по-русски зовущаяся Софи Лорен, она на самом деле в итальянском языке зовется София Лорен, с ударением на О, и имя ее никакая не Софи, а София. У нее при рождении было другое имя София Вилани Шиколоне, но это имя было слишком длинным и не совсем таким, ну как сказать, интернационально легко произносимым, и поэтому она стала в определенный момент работать и сниматься под псевдонимом София Лорен. Вот такие вот интересные, я надеюсь, факты я сегодня для вас подготовила. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, если у вас есть какие-то свои слова, которые вы знаете, что русскоязычные любители Италии произносят неправильно, напишите в комментариях, с удовольствием обсужу с вами их, и возможно они станут базой для следующей части такого рода видео. Спасибо большое за просмотр, желаю вам хорошего утра, дня, вечера, хорошей рабочей недели, или же хороших выходных, и пока-пока, бачи-бачи!